Сразу два соглашения подписали в столице Чувашии. Одно между управлениями образования Чебоксара Москвы, другое между городским лицеем номер 4 и московской школой номер 1191. Как будет выстраиваться сотрудничество, смотрите далее. Педагогическое сообщество всегда за взаимодействие. Накопленный опыт не должен оставаться единоличным. Внедрение самых лучших образовательных практик идет на пользу и учителям, и ребятам. В соглашении предусмотрено немало разделов, в их числе стажировки в Москве, онлайн-обучение. То направление, которое мы выбрали для себя, это инновационные направления, это проектная деятельность и участие в грантах на сегодняшний момент, они дают определенные результаты. Они измеряются уже не только, скажем так, денежными эквивалентами, но и самое главное, это кадровым потенциалом, так как научно-исследовательская работа педагогических коллективов, авторских коллективов, конечно же, поднимают на более высокую планку наши школы, ведут за собой, соответственно, и детей. Теперь это будут не разовые поездки, а планомерная работа в рамках соглашения. Еще один важный пункт сотрудничества – обеспечение безопасности во время ущебного процесса. В ближайшее время должны быть разработаны конкретные меры, которые помогут предотвратить чрезвычайные происшествия в школах. Речь идет в частности об установке металлодетекторов, но необходимы и новые решения. Мы рассчитываем, как оно бывает, но собирают педагогов в вышестоящие инстанции или повышение квалификации, или что-то, то есть очень много формальных вещей. Нам нужно растить свое такое профессиональное, хорошее сообщество, где можно было бы обмениваться и встречаться чаще, укрепляться внутри. И тогда, я думаю, что и другие проблемы в образовании, которые мы с вами тоже обсуждали, можно будет решить силой сообщества, сообща. Что касается межшкольного сотрудничества, то в гости к учащимся лицея номер 4 приехал директор одной из московских школ, член аттестационной комиссии Департамента образования Москвы Николай Юренко. Организация работы в школе его впечатлила, признался педагог. Дети прежде всего, а дети это будущее нашего государства, выигрывают от того, что мы вместе начнем реализовывать целевые установки через какие-то более-менее уже отработанные проекты. Я действительно согласен, что и вопросы безопасности, вот там как бы матрешка матрешки сделана такая интересная вещь, когда-то я чуть-чуть имел отношение к созданию системы безопасности образования города Москвы. И вопросы электронной школы, которая прислала сейчас в российскую электронную школу, ну, наверное, много есть механизмов, где мы уже набили шишки. Опыт чебоксарских педагогов тоже может быть очень полезным для столицы. На протяжении многих лет образовательные учреждения Чувашии остаются в рейтинге лучших в России.